И Кольбрун Хальдорстоттир расскажет нам и представит именно взгляд такого человека из вне, со стороны. Она, на самом деле, имеет непосредственное отношение к искусству, она занималась театром, как и многие компетентные люди театрального мира, творческие люди. Она, естественно, в каком-то этапе была причастна к политике, она была политиком на протяжении 10 лет примерно, сидела, ну, где-то не на самых главных местах правительственного стола, где-то с краешка, будучи ответственной за экологию. Добро пожаловать. И, пожалуйста, представьте свой взгляд, как человека отчасти со стороны. Давайте поприветствуем нашего выступающего. Большое спасибо. Здесь очень приятно находиться сегодня. Очень много интересного я слышала вчера, находясь в зрительном зале, от тех, кто выступал вчера. Ну, я сама себя считаю одним из зрителей, тех, кто находится как раз где-то по ту сторону, но человек достаточно заинтересованный, заинтересованный взгляд направляет в сторону документалистики. Я немножко расскажу вкратце о документалистике Исландии. У нас есть специальный фонд, он не очень большой, в нем примерно 50 миллионов датских крон, если вы переводите на датскую валюту. Итак, фонд рассматривает документальную продукцию вот именно таким образом, примерно разбивая на документарии, 70% выделяется документальным проектам, меньше процента телевизионным проектам. В прошлом году мы сделали 24 документальных проектов, 17% в 2012 году и 15% в 2011 году. Эти цифры, они наглядно говорят, что интерес документалистики в Исландии растет, и на самом деле это очень отрадный факт. Ну, я хочу, не буду разбрасываться, не буду пытаться охватить необъятное и поговорю о том, что очень дорого и ценно для меня и близко к моему сердцу, а это экология. Я, к сожалению, видел огромное количество фильмов, посвященных экологии, и у меня очень критический взгляд насчет фильмов об экологии. И все эти фильмы поднимают, естественно, какие-то сложные вопросы. Но в любом случае верно будет сказать, что наша планета находится под угрозой. И в Исландии мы чувствуем эту угрозу весьма непосредственно, потому что в Исландии идут большие споры насчет тайний льдов. И в Исландии приходят очень крупные международные энергетические компании, как Алькоу, допустим. Это из-за того, что из-за наших термоисточников, наших водопадов, которые могут использовать это в качестве источника для энергии. И Алькоу хочет сделать себя более зеленой, так сказать, и восприняв большее количество зеленой энергии, получая энергией, для получения которой используется вода, а не сжигание, допустим, каких-то политических скопаемов нефти. Но в конечном итоге, на самом деле, проще сказать, чем сделать. И здесь тоже есть место документаристам. В 1962 году была опубликована книга с авторством Рэйчел Карсон. Имя... И название книги было стихий источник. На самом деле, эта книга изменила вот ход дискуссий, вот споров насчет всего, что касалось защиты окружающей среды. Эта книга была о пестицидах и о том, как пестициды начинают угрожать и флорой, и фауне нашей планеты. Эта книга, так сказать, это обязательно, это Библия всех документалистов, которые пишут об экологических угрозах. Но проблема состоит в том, что когда мы начинаем измерять воздействие человеческой деятельности на окружающую среду, вот эта некая шкала, некая мерила, она такая сложная, потому что она не учитывает всех абсолютно аспектов. Оно учитывается в том, как экономические аспекты, да, то есть это как бы, так сказать, экономическое мерила. Но экономическое мерила, оно не очень, так сказать, не очень полное и не очень справедливо, и должно быть... Именно смело должно прийти более совершенная, более истинная шкала, которая будет отражать истинное состояние нашей матери и планеты. Ну вот, и это, так сказать, в этом моя мантра. Мы должны иметь нечто новое в этом смысле. Мерила, с которой мы меряем все, оно, так сказать, до известной степени зеленое. Мы не подвергаем каким-то сомнениям. Мы говорим, что экономические эти показатели, они, это правдивые, правдивые показатели и пункты для того, чтобы быть несены в эту шкалу. Но так ли это? Если экономическая эта шкала, экономическая мерила правдива, почему тогда же война считается позитивным, позитивным аспектом? Бурение нефтескважин считается позитивным для экономики. Добыча угля приносит позитивный эффект. Да, производство боксидов, которые требуются потом для производства алюминия, тоже как бы позитивны для экономики. Такие утверждения существуют? Но что мы расскажем об этом с точки зрения экологии? Конечно же, нет. Это все неблагоприятные вещи, потому что мы имеем в том числе изменение климата. Итак, у нас есть конфликт интересов, касающийся в отношении этих вещей. У нас есть, естественно, аргументы за, аргументы против. Мы видим, что выходят сотни, может быть, тысячи книг, ну, или, по крайней мере, статей, в которых продолжается эта активная дискуссия относительно того, сыграла в своем роли человеческой деятельности в изменении климата и в глобальном потеплении. Мы должны разобраться, что здесь истина, а что ложь. Итак, когда мы смотрим с точки зрения документалистики на все эти проблемы, мы должны задаться вопросом, кто производитель этих фильмов? Может быть, они журналисты? Может быть, они какие-то профессионалы в этом вопросе? Они, может быть, просто творческие люди? Или они люди ученого мира? Либо они представляют какие-то правительственные круги? Или, может быть, они просто однистые? Когда я сталкиваюсь с каким-то фильмом, я должна иметь вопросы на вот эти ответы. Я не углубляюсь в какое-то обширное изучение, но, тем не менее, я должна четко понимать, с кем я имею дело. И следующий вопрос. Кто оплачивает этот фильм? Ни спонсоры? Кто? Какие спонсоры? Рекламодатели? Какие рекламодатели? Может быть, какие-то корпорации? И если это так, тогда у меня начинает загораться красный сигнал тревоги, внимания. А может быть, даже за производство фильма платят военные. На самом деле, военные оплачивают, финансируют большое количество документальных фильмов в США, допустим. И, так сказать, доверие к этим фильмам неоднозначное. Или, может быть, зрители каким-то образом оплачивают эти работы, да, вот таким способом, который мы обсуждали вчера, через храм-фандинг, например. И мы вчера узнали, что, допустим, зрители могут оплачивать расходы на фильмы, просто приходя на сеансы. Поэтому мы ответственны, на нас лежит такая ответственность, ходить и смотреть те фильмы, которые очень социально важны, экологически важны. А следующий вопрос, который я на себе сдаю, какова миссия этот фильм, какая задача, это просто обучение, либо это просто какая-то развлекуха, извините. И ключевая вещь, которую декларируют документалисты, это то, что они говорят, это правда. Все так заявляют, без вариантов. Но, на самом деле, это не всегда верно. Иногда они говорят, что этот фильм правдив, но против их точки зрения. Я недавно посмотрел написание фильма о Пусси Райоте, мне очень понравилось. Я считаю, что там было очень много правды, на самом деле он очень был правдивый. И вот моя знакомая спросила меня, если бы вы были президентом России, выразили бы вы свою мысль так, сказали бы вы открыто, что этот фильм очень правдив, и я сказал, ну, наверное, нет. И поэтому здесь включаются вот такие механизмы своего личного восприятия и моего личного, так сказать, бэкграунда, каково мое образование, каковы мои взгляды, каковы мои пристрастия. Один из фильмов, который имел очень сильное воздействие в этой сфере, это фильм «Неудобная правда», который был сделан при участии Альберта Гора. Этот фильм просто вызывал фурор, целую бурю в мире больших мировых корпораций. Все, кто знает сереброство алюминия, нефтепроизводство, они, значит, у них поджилки задрожали. И они, со стороны, хотели какой-то дать ответ своими документальными фильмами. И глава НАСА, когда он посмотрел этот фильм, который сосудили от Элгор и еще один автор Гугенхайм, он сказал, что Элгор произвел такое влияние на экологию, точно такое же, как произвела книга, которую я упомянула о пестицидах. Мы должны прорвать линии между краткосрочными эгоистичными интересами и долгосрочными интересами богополучия всех людей. Гугенхайм и Элгор, они подверглись атакам. А так, допустим, Маркин Доркин, который произвел фильм, сделал фильм «Великое мошенничество», «Глобальное утепление-великое мошенничество», такое смелое название. И фильм этот является полной агрессией, полной агрессией, ответом на этот фильм, с которым на самом деле полно всяких противоречий. И тут уже мое сердце начало биться чаще, потому что перед нами разворачивается дискуссия, дискуссия насчет экологических вопросов, и то, что мы видим на экранах телевизионщики спорят между собой, некоторые из них говорят, отрывают разные спектры и политики, и взглядов, зеленые, красные, и никто в конечном счете сегодня не знает, может быть, до конца, в чем правда, в чем ложь. Еще один пример, я из Исландии, поэтому мы там тоже увидели много книг, книга под названием «Стептический эколог», Пьер Ломборг, датчанин, он на самом деле как бы против вот этой идеи глобального утепления выступала. Ну, и у нас возникает такой воспитатель, как пропаганда, а она присутствует навеку в обеих этих лагерях. Пропаганда иногда скрывается за ложной и неправильной информацией, иногда ее называют просто общественной дипломатией, так называемой гражданской дипломатией, потому что на самом деле речь идет о пропаганде, когда мы говорим о производстве, как алюминия, либо нефти. Также здесь интересный аспект, например, такой инструмент, как стратегическая коммуникация. Итак, политика, связанная с вопросом глобального утепления, это очень сложная, очень непростая тема. Это очень серьезная, так сказать, битва, которая затрагивает и ваш мир в том числе. Я хочу сказать вам, что у нас был... У нас проходит сейчас фестиваль, посвященный, так называемым, зеленым фильмом, фильмом об экологии, мне жаль, что я не могу одновременно быть и там, и здесь. Они очень свежие фильмы сделаны в прошлом году или в этом году. Одно из названий называется «Революция Боба Стюарта», «Век алюминия», «Джеймо», «О, Боже», «Рекомед», «Русло», «Исчезающая точка», «Сверепый зеленый огонь», «Громкие обещания» и другие картины. Как я уже сказала, на самом деле, это небольшой фестиваль, рекиевский кинофестиваль, но у них 10 фильмов об экологии, 10 документальных фильмов об экологии. Это все говорит о том, что вопросы экологии, вопросы глобального потепления и, так сказать, уничтожения экосистемы, у нас столько жизнетрепещущие, и он столько злободневные для нас. И могу сказать, что война еще не закончена, наша планета все еще находится в очень опасном положении, и нам нужна правда, и в этом ваша роль. Я, как зритель, переходящий в зрительный зал, я смотрю на работу очень критичным взглядом. Большое спасибо и больших вам успехов. Большое спасибо. Пожалуйста, не уходите. Вы вам выделили полчаса, а вы уложились в гораздо меньшее время. Речь была очень интересная. Огромное спасибо. А я передаю микрофон первому желающему задать вопрос или просто откомментировать. А если руки не будете поднимать, я сам подойду к вам с микрофоном. Поэтому лучше уж поднимайте руки. Ладно, что тогда, Григорий. Вы знаете о кинофестивалях. Вы знаете много о кинофестивалях в России. То, что сейчас говорили по поводу зеленых документальных фильмов, это некая тенденция в России. В России много документальных фильмов, так называемых зеленых. Как вам кажется, они вообще на что-то влияют, такие фильмы? Сначала отвечу на последний вопрос. Да, влияют на многое. Но, к сожалению, я бы не стал говорить, что в России выпускается много так называемых зеленых документальных фильмов. По крайней мере, гораздо меньше, чем следовало бы. По поводу фестивалей. У нас есть пара фестивалей, которые полностью посвящены окружающей среде. Насколько я понимаю, они свернулись. Более крупные фестивали, направленные на общий, более широкий интерес, нежели чем просто на защиту окружающей среды. Хотя, конечно, показывают так называемые зеленые фильмы. Но высокого уровня мотивации при этом не наблюдается. Но ситуация очень нестабильна в этом плане. То есть, может быть, если нам кажется, что ситуация немного обещающая, эта же ситуация может поменяться, скажем, в две недели. В вашей работе, как человек, который отвечал за защиту окружающей среды, участвовал во многих заседаниях, как вам кажется, вот некоторые из этих зеленых фильмов что-то поменяли? Вот, базируясь на вашем опыте, вы сможете ответить. И, может быть, они мотивировали людей пойти что-то поменять? Да, конечно, да. Во-первых, это очень сильный элемент образования посредством документальных фильмов. Теперь мы знаем гораздо больше о резервуарах, где содержится огромное количество воды. Очень много знаем о парниковом газе. Очень много знаем больше, узнали о флоре и фауне. И благодаря вот этим вот новым знаниям нам стало сложнее привозить туристов в подобные резервуары. Потому что мы просто стали задумываться больше о защите окружающей среды, узнав, получив больше информации, благодаря этим документальным фильмам. Более того, вот если отвлечься от моей страны, мы больше узнали об Индии, например. Мы больше узнали об их природе, о горах, о примитивных народах, которые там живут. О том, какова ситуация с защитой окружающей среды, там, с загрязнением окружающей среды. О том, насколько ядовитые вещества выбрасываются в окружающую среду. Я и мои коллеги смотрим эти документальные фильмы, поэтому они важны. Когда мы готовили ваш доклад, вы говорили мне, что есть некоторые сложности получить выход на фильмы в России. Вы не могли бы прокомментировать? Защитники окружающей среды вот по какому поводу переживают. По поводу таяния ледников в Арктике. Возможности для больших кораблей проходить по северному пути тоже вызывают вопросы. Защитники окружающей среды говорят, «Упс, пожалуйста, не торопитесь». Это очень злободневная тема для всего мира. Очень много документальных фильмов снято по этому поводу. Люди пытаются попасть в Россию, попасть в эти области, где они хотели бы снять документальные фильмы. Например, в Сибирь, в Тундру. И вместе с тем попасть туда очень тяжело. Очень тяжело снимать фильмы в этой области также. Мы много читали о подводных лодках, о подводных лодках, которые бесследно пропали где-то на севере, где-то далеко в России, но ни у кого нет возможности снимать фильмы об этом. И вот по этому поводу мы серьезно беспокоимся. А истории нам нужны, истории, которые посвящены Арктике, которые посвящены трудностям, проблемам, которые наблюдаются в этом регионе. Эти истории необходимо рассказывать. В том числе о военной базе, российской военной базе, которая недавно была открыта где-то на севере России. Эту базу не использовали со времен Холодной войны. Вместе с тем мы слышим, что что-то там готовится. Встает вопрос, а что именно готовится? Поэтому есть очень много историй, которые необходимо рассказать. Люди уже начинают задавать вопросы. Я вижу, что есть вопрос. Микрофон работает, да? Здравствуйте, у меня... Меня зовут Евгений Захаров, я из Санкт-Петербурга, режиссер и продюсер документального кино. Я хотел немножко добавить по поводу экологических фильмов. Мы в этом году учредили новый кинофестиваль в городе Кронштадте, называется «Кино на парусах». И учитывая, что следующий год это год финского залива, международный год финского залива, мы приглашаем всех документалистов, снимающих на экологические темы в наш кинофестиваль, а как раз курируя отбор фильмов документальных. И очень был бы рад, если бы фильмы из Скандинавии поступили к нам на фестиваль. Я вам оставлю свою информацию об этом фестивале и свои координаты. Это первое. Второе, как раз вот мне очень понравились ваши вопросы по поводу тех фильмов, которые создаются. Почему заказы? От кого поступают деньги? И хотел привести как раз такой пример. У нас в акватории Финского залива строится новый порт, аванпорт Бронко. Это крупнейший инвестиционный проект, который позиционирует как зеленый порт. Нам поступило предложение снимать фильм о таком порте, но, внимательно изучив тему, мы поняли, что на самом деле это просто, скажем, такая промо-акция, просто закрыть глаза на проблемы и так далее. Мы отказались от этой истории, но кто-то этот фильм снимает и, скорее всего, он выйдет в прокат и будет показываться о том, какие преимущества этого зеленого порта, о том, как они спасают гнездо уток в Финском заливе и заселяют каких-то рыб. То есть это история борьба мегакорпораций и с природой, и, скажем, привлечения каких-то творческих сил на иллюстрирование таких вот вещей. Она происходит ежедневно, особенно у нас в России. Конечно, найти каких-то независимых, абсолютно свободных художников, которые могли бы потратить свои собственные средства и создать какие-то независимые фильмы со свежим взглядом довольно сложно, учитывая, что и так-то денег нет на производство документального кино. Но, тем не менее, и вот как раз пример тому, вот эти зеленые, вернее, Greenpeace, который попытался сейчас недавно штурмовать платформу, и было очень интересно, я сейчас закончу, и было очень интересно, какова реакция была официальных СМИ, которые еще вчера говорили о Greenpeace как передовой организации, которая борется там за права, за защиту экологии. Сегодня они представлены только пиратами, сегодня они только захватчиками, представляющими интересы других корпораций. Вот это вот у нас такая история здесь в России происходит. Так что, спасибо вам большое. Очень бы хотелось бы повнимательнее изучить вот эти фильмы, которые об экологии снимаются, именно с точки зрения, как вы задавали вопросы. Кто платит? Насколько объективный взгляд на эти вопросы? И представить на суд нашим зрителям, Финский залив, вода объединяет все наши страны, Россия, Скандинавия, для нас это тоже интересно, небезразлично и познавательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте. Галина Михайлова, режиссер. Я представляю секцию научного кинематографа Санкт-Петербургского союза кинематографистов. Наша секция третий год проводит фестиваль экологических фильмов, причем принципиально это российский фестиваль, там нет иностранных участников, у нас такая большая страна. Наша задача была объединить регионы, что люди делают, потому что фильмы, делающиеся в регионах, практически не доходят ни до центрального телевидения. Мы этих проблем просто даже не знаем. Значит, фильмов снимается очень много, оказывается. Вот на последний фестиваль, но хочу сказать, что фестиваль не поддерживает практически никто, это делается на энтузиазме участников секции научного кино. То есть у нас практически нет финансирования, это делается так. Но это не важно. На последний фестиваль нам прислали 80 фильмов. Я не говорю о качестве, там люди снимают в основном на маленькие средства, снимают на собственном энтузиазме, но спектр проблем, которые там, это просто удивителен. То есть это узнаем очень много, что действительно это очень-очень важно. И задача это, ладно, провести фестиваль. Главная еще проблема, эти фильмы донести до зрителей, их показать. Ну, посмотрели мы здесь на фестивале, страна большая. Поэтому у нас задача, мы составляем программы, договариваемся с регионами, чтобы там местные энтузиазмы уже показывают зрителям. То есть эта вот работа ведется, чтобы было ясно, что что-то делается. Но самое интересное, вот вопрос как раз финансирования, что непонятно, кто финансирует, а то вообще непонятно, никто не финансирует. Это энтузиазм, в общем-то, кинематографиста. Ну, если просто для справки, если интересно, что вот такая вот работа ведется. Спасибо. Внимание. Спасибо большое за ценную информацию. Пожалуйста, по России передайте эту информацию. Я уверен, что вам смогут помочь в вашей деятельности. Может быть, еще кто-то хочет высказаться? Вот наши коллеги, которые сидят за компьютерным экраном, вот которые про краудфандинг, например, говорили, про трансмедиу. Может быть, может быть, Аника скажет что-то, какой-нибудь хороший пример, который включает трансмедиу. Я пройду к вам медленно, и тогда вы сможете подумать, что мне сказать. Я вами очень горжусь. Не уверен, что это можно называть именно трансмедией, но, по крайней мере, идея сначала оказалась глупой, а потом оказалось, что это очень мудрая идея. Мы осознали, насколько важны фильмы об окружающей среде для нас. Оказалось, что они действительно очень важны. И вот у меня есть пример фильма, который привлек общественное мнение. Но кроме этого фильма, я должен сказать, что фильмов вообще огромное количество, которые привлекают наше мнение. Может быть, недостаточно привлекать, мнение. Может быть, нужно что-то донести до аудитории. Может быть, дать им возможность отреагировать на те проблемы, которые затрагивает ваш фильм, а не просто привлечь их внимание. Фильмов много. Много фильмов, которые привлекают наше внимание. Надо больше. Также не обязательно говорить только о том, что плохо, что не работает. У меня есть друг, друг, который является видеодиректором для Greenpeace. И он меня просто шокировал, когда сказал, что выходит, например, фильм об окружающей среде. Его видят на фестивале, например, пять человек, и все. Я сказала, какой ужас, пять человек это мало. Он сказал, нет, ты не права. Пять человек, если это нужно, и пять человек, которые могут что-то сделать, то это вполне достаточно. Итак, поэтому, когда вы выпускаете фильм об окружающей среде, о защите окружающей среде, надо задуматься, какая ваша целевая аудитория. Вот что хочу сказать. А я продолжаю идти дальше и передам микрофон господину Викки Лахти из Финляндии. Я-то просто попросил микрофона, чтобы коллега прогулялся немножко по залу. Ну, ладно. Полностью согласен с Увэ. Вся стратегия фильмов, посвященных окружающей среде, поменялась, и все еще должна меняться. Вместо того, чтобы создавать страх, и давление на людей, чтобы они задумывались, каково же будущее нашей проблемы, планеты. Нам необходимо в фильмах, пожалуй, обратиться к возможным решениям, как защитить нашу планету. Например, посмотреть, какие возможности есть у современных технологий в плане защиты окружающей среды. очень важно, чтобы представители корпорации или просто богатые люди посмотрели такие фильмы, посмотрели, какие есть опции защиты окружающей среды, и что-то сделали в этом плане. Вот, например, фильм о миллионерах, которые пытаются спасти мир, должен зародить нужную идею в голове людей, которые могли бы помочь окружающей среде. То бишь, очень важно предлагать новые идеи, вместо того, чтобы все время повторять старую информацию и запугивать людей. Вот новый фильм, который называется «Маленькие желтые башмачки», который посвящен изменению климата. Вот создатели этого фильма, конечно, рассчитывают на очень большую трансмедиа-компанию. Спасибо большое. Очень важные два важных фильмов. Говорили о «Эра глупости» и «Желтые башмачки». Очень важный фильм, который называется «Тейст и Уэйст». Посмотрите внимательно на выбросы, на отходы. Этот фильм был снят в Германии. И в фильме, естественно, основное внимание, как и по названию, уделяется выбросам в окружающую среду или мусору, в частности, отходам, которые получаются у пищевой промышленности. Более того, в этом фильме рассказывают, как мы конкретными шагами можем помочь окружающей среде. Можем помогать каждый день. Тут я хочу подчеркнуть, что фильмы, которые посвящены защите окружающей среде, которые предлагают какие-то решения. Если вы хотите посмотреть такой фильм, то вот, пожалуйста, «Чейст и Уэйст». Вы полностью правы, Уэй. Это новый способ повествования. Говорить, что мы можем сделать. То есть, он помогает нам находить правильные ответы, находить правильные пути решения, что мы можем сделать для того, чтобы способствовать защите окружающей среды. Такого рода фильмы снимают. Фильмы замечательные, в которых содержится научная информация. Фильмы посвящены, в частности, глобальному потеплению. И фильмы эти... Но очень часто бывают и такие фильмы, которые выглядят очень хорошо. Нам кажется, что они представляют нам настоящие факты, а на самом деле нет. На самом деле, это кем-то профинансировано специально фильмы. То бишь, не всегда можно доверять тому, что мы видим. И поэтому, если мы смотрим разные фильмы, то правда разнится от одного фильма к другому. Очень важно вот что, чтобы зрительская аудитория была активной, чтобы зрители могли задавать вопросы, чтобы зрители сами могли подходить к нужным ответам. Именно поэтому, мне кажется, что у трансмедиа огромные возможности в этом плане. Спасибо большое за ваш интересный доклад, за то, что вы сегодня с нами, за то, что уделили нам столько времени и за то, что уложились в рамки доклада. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ